Удивительную встречу с жазом подарили ульяновцам гости из Москвы. Блистательные пианисты Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Концерт прошел в Большом зале Ленинского мемориала. С Даниилом Крамером ульяновский слушатель знаком давно. Музыкант является частым и всегда желанным гостем города. Он уникальный джазовый пианист, аранжировщик, композитор и педагог, а также телеведущий и общественный деятель. Даниил Крамер получил академическое образование, но его подлинным призванием стал джаз. Перед концертом пианист ответил на вопросы журналистов ульяновских СМИ. Я никогда классики не изменял. Я никогда не считал себя стопроцентным джазовым музыкантом. Но я владею джазом в достаточной степени, чтобы играть с любыми. Вчера играл с Винсентом Херингом и Робертом Анчиполовским. Это апологеты современного бибопа. Вроде бы мы уже спелись и сошлись. Я просто владею джазом, так же, как владею классикой. А дальше начинается, что из этого владения я могу нарисовать для вас. Вас музыканты считают виртуозом, исполнительным джазом. А вы себе считаете таковым? Понимаете, когда я был студентом, мы с Валерием были студентами в Гнессинге, слово «виртуоз» в большинстве случаев употреблялось в ругательном смысле. Виртуозами, в случае мой педагог называл виртуозом человека, который умел здорово и быстро шевелить пальцами, но в голове при этом было пусто. Часть современной попсы на этом тоже основана. Это то, от чего нас отучали всю нашу жизнь. Виртуозность – это хорошо. Тогда, когда ты на нее не обращаешь внимания, ты должен просто-напросто овладеть своим инструментом точно так же, как вот этим языком. Вы замечаете, с какой скоростью вы им шевелите? Нет? Вас это волнует? Вам важнее сказать правильно слова, чтобы вас поняли, чтобы вас услышали? Иногда вы хотите бреснуть, вы можете что-нибудь проговорить быстрее. Вы от этого считаете себя виртуозом? Мы тоже умеем быстрее. Не в виртуозничании и делом, а в том, что мы для вас рисуем и насколько глубоко это вас тронет. Виртуозно ли это происходит? Меня уже очень давно это не волнует. Если кто-то считает меня виртуозом, Валера не меньше виртуоз, чем я. Кое-что умеет делать быстрее меня. Вы думаете, меня это волнует? Вы думаете, это волнует его? Не думайте только. Еще вопросы? Данил Владимирович, вы подскажите, пожалуйста, а как вот вы выбираете свои программы? Что вот у вас настроение? Сегодня я хочу сыграть это, завтра я хочу вот это. Может быть, что-то новое. От чего это зависит? Вы же женщина. Вы моментально поймете. Мы выбираем свои произведения, так как женщины выбирают платье. Абсолютно одинаково. Понравилось? Идет? Берем. Ему подвластны все стили джаза, от классики до авангарда. С некоторых пор особое место в его творчестве занимает так называемое направление третье течение. Оно представляет собой органичное сочетание джаза и современной академической музыки. И на концерте музыкант исполнил Шопена в джазовой обработке, объяснив, что именно так он слышит Шопена. Даниил Крамер, лауреат Европейской премии имени Густава Малера, академик, действительный член Российской Академии Искусств, народный артист России. Он является автором уникального концертно-гастрольного абонемента «Джазовая музыка в академических залах», программы которого с огромным успехом идут во многих городах страны. Валерий Гроховский родился в музыкальной семье. Его отец, известный композитор и дирижер Александр Гроховский, будучи студентом Института имени Гнесиных, всерьез занимался изучением джаза, исполняя наряду с классическими произведениями широкий репертуар джазовых пьес. Окончив институт, Гроховский с ним не расстается, занимается преподавательской деятельностью и при этом активно концертирует. Во время концерта Крамер и Гроховский гармонично дополняли друг друга, подарив ульяновцам незабываемый вечер. Ирина Антонова, новости Ульянской правды.